Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Траз Березовец. Сегодня у нас 3 июня 2022 года и сегодняшний день вошел в историю как сотый день героической борьбы украинского народа за свободу и независимость против орд путинских убийц, палачей, насильников и военных преступников. Друзья, сегодня поговорим о том, как Беларусь имитирует подготовку к войне с Украиной, о том, как путинские солдаты перестали умирать и о том, как Европейский Союз ввел шестой санкционный пакет против России. Ну а начнем, друзья, как всегда с подведения свода Генерального штампа вооруженных сил Украины по российским военным потерям. Итак, по состоянию на 3 июня 2022 года, общее количество уничтоженных путинских оккупантов составило уже почти 31 тысячу человек. 30 тысяч 950 убитых или плюс 100 за минувшие сутки, свыше тысячи российских военнослужащих оказались в украинском плену. Сбито 210 самолетов, 175 вертолетов, уничтожено 1367 танков, плюс 4 за сутки, 3366 БМП, БТР различных типов, плюс 12 за сутки, 661 артиллерийская система, 95 средств ПВО, 207 систем реактивного залпового огня, 2329 различного типа колесной техники, плюс 4 за сутки, 13 кораблей и катеров, 535 оперативно-тактических БПЛА или плюс 14 за сутки. Итак, главная новость, безусловно, сегодняшнего дня, это то, что отмечается 100 дней с начала этой самой войны, которую Путин развязал 24 февраля нынешнего 2022 года. Что, кстати, весьма симптоматично. Сегодня СМИ сообщили о том, что все государственные и частные СМИ Российской Федерации получили одинаковое распоряжение. Оно заключается в том, что не нужно акцентировать внимание на сотом дней этой самой, как они называют, специальной военной операции в Украине. Не нужно акцентировать, не нужно упоминать об этих 100 днях. Как об этом пишет издание Медуза, администрация президента России попросила в кавычках редакции государственных и провластных СМИ не тиражировать тему 100 дней специальной военной операции и не акцентировать внимание читателей и зрителей на продолжительности войны. Такие требования поступили в редакции накануне 3 июня, сотого дня вторжения. Об этом изданию Медуза рассказали сразу четыре источника. В одном из государственных медиа, в мэрии Москвы, в одном из провластных изданий, а также в самой администрации президента. Ключевая причина, почему не нужно упоминать о юбилее своеобразном 100 дней войны заключается в том, что что-то пошло не так. Что-то пошло не так. За три дня планировали захватить Киев, за три дня планировали захватить Харьков, захватить другие крупнейшие города. Но на сегодняшний день единственный областной центр, кроме ранее захваченных Симферополя, Луганска и Донецка, который был захвачен после 24 февраля, это только Херсон. Во всех остальных случаях получили полный отлуп. Везде минуса, минуса, минуса. Не удалось достичь решающего перелома. И даже медленное продвижение российских войск на Донбассе ситуацию, собственно говоря, не меняет. Хвастаться к сотому дню вторжения по сути нечем. И по этой причине официальная команда пропагандистских СМИ игнорировать всячески и не упоминать дату сотого дня этого самого вторжения. В Украине все с точностью наоборот. Здесь говорят об этом, комментируют политики, журналисты, эксперты и просто блогеры. И на самом деле есть о чем поговорить. Сто дней войны много это или мало? С точки зрения того, например, сколько длилась Вторая мировая война, нынешний этап войны, напомню, считать ее нужно все-таки более корректно. Начало с 2014 года, когда были оккупированы Крым и Донбасс. Мы ведем эту войну уже девятый год. И это, друзья, больше, чем длилась Вторая мировая война. Если считать исключительно только вторжение, сотый день нынешнего этапа войны, то вроде бы это не очень много. Но с другой стороны, каждый день прожитый здесь, каждый день войны ощущается совершенно иначе. Здесь совершенно другое течение времени для нас, находящихся внутри Украины, а особенно для воинов, сбройных сил Украины. Все ощущается совершенно иначе. И каждый прожитый день это недели, месяцы в обычном течение времени. Еще одна забавная информация. Бывший замминистра обороны Российской Федерации, ныне депутат Госдумы, зовут его Андрей Картополов, заявил, что российские солдаты почти перестали умирать. Такое смешное заявление. Он добавил, что этим объясняется факт, что Минобороны не озвучивало данные по потерям российских войск еще с марта месяца. Вот такая забавная история. То ли они превратились в киборгов, то ли в универсальных солдатах. Помните, был такой фильм с Ван Дамом, когда их уже убитых оживляли и превращали в таких вот универсальных солдат, не подвластных течению времени и не подвластных смерти. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский, накануне пообщавшись с иностранными послами, озвучил цифру военных потерь в ОСУ за последнее время. Он сказал о том, что в среднем сейчас на Донбассе ежедневно гибнет до 100 украинских военнослужащих, а около 500 иногда больше получают ранения. И это каждый, каждый день происходит. Ну, как мы видим, в отличие от России, Украина демократическая страна. Она говорит о своих военных потерях. Более того, говорит об этом публично. И заявление президента Украины Владимира Зеленского тому самое яркое подтверждение. Понятно, что сотый день войны, это и возможность подвести и другие промежуточные итоги. И вот символично, что именно сегодня, в этот день, Европейский Союз ввел новый санкционный, новый шестой пакет в отношении военных преступников Российской Федерации. В частности, в этот самый шестой санкционный пакет включили любовницу Владимира Путина Алину Кабаеву, включили дочь сына и жену пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, а также попал туда еще ряд очень забавных персонажей. В частности, сын Евгения Пригожина, отмывщика Путина Павел, также командир 64-й отдельной, теперь уже гвардейской, ей присвоило звание гвардейской, мотострелковой бригады вооруженных сил России, полковник Азадбек Амурбеков, также военные российские 64-й бригады, совершившие массовые убийства, пытки и изнасилования мирных граждан в Буче, начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, глава Роскомнадзора Андрей Липов, а также ряд пропагандистов и руководителей так называемых вот этих всех оккупационных администраций. Все это произошло. Ну, что здесь по факту нам нужно выделить? То, что Европейский Союз, несмотря на сопротивление ряда стран, являющихся такими прокси-агентами Путина, в частности, той же Венгрии, в целом ввел такие санкционные списки, новая правда, к сожалению, в эти санкционные списки так и не попал патриарх Кирилл. Не попал он туда по одной единственной причине, потому что патриарха Кирилла отмазала руководство Венгрии. Ну и, скорее всего, как мы понимаем, сделала это совершенно не бескорыстно. Еще из важных новостей, значит, вот это все движение, которое происходит со стороны Беларуси, мы видим, наблюдаем постоянное движение воинских эшелонов, и происходит это, скорее всего, с одной единственной целью. В первую очередь, держать в состоянии напряжения, в состоянии неведения относительно возможного вторжения теперь уже не российской армии со стороны Беларуси, а вооруженных сил самой РБ. В частности, об этом сообщает издание «Белорусский Гаюн», о том, что колонна белорусской военной техники, о которой сообщалось накануне, подошла к границе с Волынской областью. Напомню, это самая западная северо-западная область Украины. По данным белорусского Гаюна, шесть БТРов и один МАЗ заметили сегодня около полудня в Кобринском районе, и направлялся он в сторону деревни Девина. Эта же колонна в сопровождении белорусского ГАИ затем повернула в сторону границы с Украиной. Двигались два БТРа, МАЗ, а за ними колонна из шести БТРов и МАЗов. Также сообщают об этом белорусские оппозиционные телеграм-каналы, о том, что движутся колонны с бронетехникой, составы движутся с бронетехникой, и эта бронетехника уже имеет специфические характерные знаки, нанесенные на них красные круги. То есть красной краской на верхней части БТРов и танков наносятся специальные знаки различия. Ну, собственно говоря, нечто подобное было с российской техникой накануне вторжения в Украину, когда мы, напомним, использовали в той или иной комбинации знаки Z и V в квадрате, либо без такового, либо, значит, треугольника, который они использовали для обозначения и отделения их от техники вооруженных сил Украины. Ну, и в разрешении еще одна новость по поводу, в кавычках, конечно, хорошего русского. Есть такой известный российский блогер-журналист, о котором многие знают, многие на него подписаны, Невзоров. И вот, в частности, сегодня господин Невзоров заявил о том, что вместе со своей супругой он подал заявление о предоставлении ему украинского гражданства. А по неподтвержденной пока информации официально президент Зеленский эту просьбу удовлетворил. Пока из официальных источников мы ее подтверждения не имеем. Это важно. Вопрос, можно ли быть хорошим русским, в особенности, если ты ранее был депутатом Государственной Думы или работал с лично доверенным лицом президента России Владимира Путина. А это было в 2012 году, когда он стал доверенным лицом тогда кандидата в президент Владимира Путина и заявлял впоследствии об этом в интервью на вопрос, не жалеете ли вы, что помогли этому человеку Путину еще раз к президентам России. На что Александр Невзоров ответил. Знаете, насчет жалеть это не ко мне. У меня свои представления о морали и вообще ценности всяких морали и нравственности, поэтому я ни о чем не жалею и к любому эпизоду своей истории отношусь с одинаковой терпимостью. Также сам Невзоров неоднократно заявлял о том, что он является персоной нон-грята на территории стран Балтии, Эстонии, Латвии и Литвы из-за собственного освещения в негативном ключе их борьбы за независимость. И это было, напомню, в момент развала Советского Союза как раз накануне всех этих событий, когда происходили захваты Вильнюсского телецентра, Рижский ОМОН, Вильнюсский ОМОН. Тогда он официально поддержал позицию Москвы и никогда за это также не извинился. Это возвращает нас к вопросу дискуссии. Еще раз повторю, бывают ли или могут ли быть хорошие русские, в отличие от плохих русских. По крайней мере, я не считаю на сегодняшний момент эту дискуссию законченной. И я не считаю сегодня правильным принимать такие решения, если они, конечно, принимались, о предоставлении гражданства любым российским гражданам без их официального отказа от собственной позиции, если таковая была, в части поддержки Путина, его имбирских планов, покаяния за эту позицию публичного, чего в данном случае, опять же, не произошло. Вот такие у нас новости, друзья, на сегодняшний день. 3 июня. Надеюсь, вам было интересно. Если впервые оказались на моем канале, подписывайтесь на него обязательно, а также подписывайтесь на мои аккаунты в соцсетях и поддерживайте нас на Патреоне. С помощью Патреона мы имеем возможность помогать моему подразделению и покупать всякие нужные смоколоки, как мы говорим в Украине, для наших военных. Спасибо за просмотр этого видео, друзья. Слава Украине, слава Збройным Силам Украины, слава Головному Командовичу Збройных Сил Украины и Верховному Головному Командовичу Президенту Украины. Спасибо, друзья, за просмотр еще раз этого видео. С вами был Тарас Березовец. До новых встреч. Пока-пока.